Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня я продолжаю вас знакомить с лучшими районами города Буэнос-Айрес для жизни. Сегодня я решила прогуляться и снять о вас видео о Пуэрто-Мадеро. Пуэрто-Мадеро это самый дорогой и самый престижный район для жизни в Буэнос-Айресе. Чем же он знаменит и чем так привлекателен для жизни, давайте пройдемся прогуляемся и расскажу вам об этом. Субтитры сделал DimaTorzok По названию района Пуэрто-Мадеро понятно, что этот район прилегает к портовой зоне. И если мы оглянемся немножко назад в историю, то это район, откуда в принципе начинался город Буэнос-Айрес, когда сюда, из Европы, в порт, который сейчас вот сзади меня прибывали корабли из Европы. И сейчас вот именно то место, в котором мы находимся, потому что портовые зоны в Буэнос-Айресе, они есть разные, огромные. И сейчас сзади меня находится непосредственно тот порт, из которого отходят катамараны в Уругвай. Вот как раз мы проходили сейчас мимо портового здания, прибыл катамаран, очень много людей, встречали их не только родственники, но и туристические компании. То есть вот туристы в том числе сюда приезжают из Уругвая. И вот сейчас, если сразу развернуться, то вот за спиной у меня порт, а напротив уже начинаются высотки Пуэрто-Мадеро. Пуэрто-Мадеро. Гуляя по Пуэрто-Мадеро, пока еще не подошло время обеда, чтобы немножко подзарядить свои батарейки, зашли в Кэрфур и купили себе перекусик немножко сладенького. Две бутылки пепси, две таких вкусняшки. И обошлось нам это по цене бутылки одной пепси в Европе. Потому что вот смотрите, чек 486 местных песо, это где-то, наверное, евро 70 центов, где-то так. То есть 600, да, практически полтора евро. Полтора евро 60 центов. Это то, сколько стоит одна бутылка пепси в Испании. А здесь за те же самые деньги мы купили две бутылки пепси, две сладости. И как раз-то к вопросу о том, что очень многие говорят, что в Аргентине нет импортных товаров. Ну, не знаю, есть, нет. У меня всегда здесь все есть. Субтитры сделал DimaTorzok Пуэрто-Мадеро Это достаточно такой исторический регион в городе Буэнос-Айрес. Отсюда начиналась история этого города. И если мы вон туда посмотреть по диагонали, там находится Пласа де Майя, которая и является исторической точкой города, откуда и начал Буэнос-Айрес разрастаться. И до середины 90-х годов эта часть была пустырем. Это были различные здесь портовые постройки. Сзади меня вы можете увидеть старые кирпичные доки, в которых в 20 веке, кроме, наверное, крыс, мышей, других жителей было трудно найти. Сейчас эти доки реставрированы. В них находятся очень классные рестораны, бары. В один из таких барчиков мы сегодня обязательно зайдем пообедать. И вот, я уже сказала, да, все это было портовые постройки здесь до 90-го года. И в 90-е годы правительство Буэнос-Айреса решило развернуть город лицом к портовой части. И на месте старых пустырей, портовых пустырей, был отстроен престижный район для жительства с комфортом. Пуэрто-Мадейро – это такой район, кстати, где нет школ. Здесь нет общественного транспорта, что очень хорошо, потому что один из минусов для меня в Буэнос-Айресе – это большое наличие старых автобусов, маршрутных автобусов, которые коптят. Вот здесь их в Пуэрто-Мадейро нет. Школ тоже нет. Соответственно, это такой райончик, в котором с детьми школьного возраста, с маленькими детьми селиться не очень комфортно. И это большой плюс для тех, у кого у самих уже дети выросли, да, для тех, кто child-free, кому не нравится слушать крики чужих детей. Я, например, тоже из тех, кто не очень любит чужих детей. Ну, максимум поиграться 15-20 минут и дальше вручить родителям. Я люблю только своего ребенка. Вот, как бы вот такой район. Здесь же очень много в этих домах живут те, кто работает рядом. А кто здесь работает рядом? Вот пока мы шли пешочком сюда, мы прошли посольство Франции, мы прошли посольство Колумбии, Бразилии. Причем это практически все было на одном квартале. И здесь же, сзади меня, вы можете увидеть офисы крупнейших международных компаний. Работники этих офисов в основном и селятся в этих домах на Пуэрто-Мадейро. Что мы там видим сзади? Какие офисы? Один из крупнейших мировых банков HSBC, мой любимый банк ББВА. Компании Samsung мы здесь видим, Suro и другие. Не все я их знаю, кто-то может в этих компаниях разбирается получше меня. И вот так вот во второй половине 90-х годов, в начале нулевых годов, вот этот вот пустырь, портовый пустырь, был и превращен в очень престижный район для жизни в Буэнос-Айресе. К нему вот сейчас, куда я прямо смотрю, там я вижу огромнейший зеленый парк для прогулок. Туда мы тоже, наверное, сегодня заглянем. Кстати, я уже упомянула, что сзади здесь у нас исторический центр Буэнос-Айреса, Пласса де Майя. И вот напишите мне в комментариях, были бы вам интересны исторические экскурсы по Буэнос-Айресу, ну и вообще как бы экскурсии архитектурного и культурного плана. Или же вам больше интересны будут мои видео о жизни и об эмиграции в Буэнос-Айрес. Да, я все комментарии прочитаю и сделаю выводы, что вам более интересно и о чем еще снимать для вас видео из этого прекрасного города. А пока идемте и прогуляемся по Пуэрто-Модерро. Пуэрто-Модерро. Сзади меня вы можете видеть небоскребы, такой своеобразный сити-центр. И все эти дома, они идут с видом на заповедную зону. Вот впереди передо мной здесь заповедник. За ним сразу начинается берег реки Ла Плата, да, который здесь составляет огромнейшие эстуарии реки, огромнейшую бухту. Это, по-моему, один из самых больших эстуариев реки в мире. Так что с верхних этажей этих зданий просто потрясающие виды на парковую зону и на берег реки Ла Плата, который, в принципе, в данной части трудно даже назвать берегом реки, поскольку он больше похож все-таки на океан, потому что противоположного берега здесь мы не видим. И это те дома, в которых есть свои квартиры и у экс-президента Аргентины Кристины Киршнера, и у всеми любимого футболиста Месси, и у всех других личностей, с которыми у вас ассоциируется Аргентина. Субтитры создавал DimaTorzok Узнаете листики? Обычно у вас в комнатных горшках вы можете видеть только вот эту вот верхнюю часть. А здесь, в Буэнос-Айресе, фикусы – это огромнейшие деревья, и это одно из самых распространенных деревьев для озеленения города. Субтитры создавал DimaTorzok Одно из преимуществ района Пуэрто-Мадеро – это большое количество зеленых зон. Вот мы сейчас с вами уже прогулялись по экологическому заповеднику и опять перешли на островную часть, где находится большая часть жилого фонда. И, как видите, здесь тоже везде очень много зелени. Если мы будем говорить о других районах и Барио Буэнос-Айреса, то в городе это одна из самых больших проблем – это недостаток достаточного количества зеленых зон. Да, мы с вами несколько раз гуляли по Палермо. Палермо тоже преимущество этого района, да, огромное количество парков. Вот по большому счету они и сосредоточены, все парки Буэнос-Айреса. Это район Палермо, это район Бельграну и пригороды. Если мы пойдем в другие районы города Буэнос-Айреса, то очень-очень мало парковых зон. Они есть, но они настолько маленькие, что когда туда приходишь в выходной день, они настолько, там много людей, которые, ну, все хотят с детьми прогуляться в зеленой зоне, а места недостаточно. Так вот, одно из преимуществ Пуэрто-Мадера – это большое количество зеленых зон, включая экологический заповедник, по которому мы с вами прогулялись. Сейчас съемки этого видео мы делаем самые-самые первые дни весны, даже по местному календарю, это еще зима. Вот, поэтому вот надо мной потрясающе огромное бутылочное дерево. Еще пока, к сожалению, на нем нет ни листочков, ни цветочков, но скоро оно будет цвести потрясающе красивыми красными цветами огромными. А вот передо мной на ветке вижу огромную какую-то птицу сидит на ветке. Это тоже то, что характерно для многих парковых и зеленых зон Буэнос-Айреса. Здесь все-таки можно увидеть дикую природу и разных птиц. Что не скажешь о внутренних частях города, которые просто можно назвать каменным мешком. Так что, где жить в Буэнос-Айресе, выбирайте сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда заканчивается рабочий день, и жители, и обитатели этого района, Пуэрто-Мадеро, спускаются со своих квартир, со своих офисов, чтобы вечером насладиться ужином на террасах, которые здесь, они просто бесконечно длятся по всей набережной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сзади меня один из символов города. Буэнос-Айреса, мост женщины работы испанского архитектора Сантьяго Калатравы, который по всему миру чудит своими белыми работами. Где мост, можете спросить вы. Да, мост сейчас находится на реконструкции, поскольку белая краска работ Сантьяго Калатравы не всегда практична во многих городах этого мира. И надеюсь, что к тому моменту, когда вы приедете, реконструкция его закончится, обновится краска, поскольку основная тема реконструкции – это обновить белую краску, да? Ну и к тому моменту, когда вы приедете, его уже докрасят, снимут строительные леса, и вы можете насладиться этой работой и понять, что же значит этот мост. Могу дать вам маленькую подсказку. Это танцующая танго пара мужчины и женщины. Смогли это рассмотреть? Нет, я тоже. Могу дать вам маленькую подсказку. Это одно из строений полиции, которые именно вот в данном случае они наблюдают за видеокамерами, которые расставлены по району, по району Пуэрто-Мадеро. И это еще один из плюсов Пуэрто-Мадеро – это безопасность данного района, поскольку в любом городе Латинской Америки, всей Латинской Америки, конечно же, всегда нужно выбирать для своей жизни безопасные районы. и продолжение в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пуэрто-Мадеро в качестве своих штаб-квартир выбрали посольство таких государств, как Бельгия и Нидерландов, которые находятся сзади меня, а по левую руку от меня в отеле Хилтона размещено посольство Швеции. Кстати, в Пуэрто-Мадеро в основном находятся пятизвездочные отели, которые вполне соответствуют своим пятизвездам. Так что, если вы для своего короткого отпуска выбираете город Буэнос-Айрес, рекомендую вам поселиться именно в отелях Пуэрто-Мадеро. Нагулявшись по городу, вот мы здесь сейчас остановились, в Пуэрто-Мадеро в очень красивом таком лофтовом суши-баре, даже, ну, наверное, правильный суши-ресторан, вот, и решили попробовать местной кухни Никей. И сегодня у нас меню выходного дня, которое дороже, чем в будний день, но, в общем, оно получается, если переводить на евро, то это 15 евро. И что нам сегодня здесь дадут на 15 евро, давайте посмотрим. Это две закуски. Да, вот на первое мы взяли такие закуски, как салат и лангостинос. Еще будет севиче. И потом еще основные блюда, которые мы вам покажем далее. И входит в эти 15 евро наш любимый, что это у нас? Оперольчик, да, который только в Италии стоит 12-15 евро за бокал. Один оперольчик. А у нас этот оперольчик входит в стоимость комплексного обеда, который в общей сложности составляет 15 евро. Вот так и живут счастливые люди в Буэнос-Айрес. Ну, очень дорого. Ни в чем себе не отказывайте. Ну, и вот в нашем комплексном обеде в качестве основного блюда нам принесли суши. И сейчас мы будем наслаждаться суши. Чин-чин. Ну, и вот принесли нам наш десерт. Если кто-то не узнал, то это чизкейк. Такой чизкейк в стаканчиках. Или, кстати, в некоторых странах Латинской Америки это называется бабушкин пирог. Так что у нас вот на закусочку бабушкин пирог. Вот такой вот у нас сегодня случился комплексный обед, да, или как-то по-испански меню Дель Диа. Всего за 15 евро. Напоминаю, что в эти 15 евро у нас еще вот было включено и наше пирогчик. Сейчас чуть-чуть допила его уже, да. Так что вот такая она, дорогая Аргентина. Ну, а это мы расплачиваемся за наш обед. Это вот 15 евро в аргентинских тугриках. Ну, тугрики красивые. Видите, здесь вот киты есть, пума есть. Красивая такая вот с цветочками. Ну, и, конечно же, Эва Перрон. Куда же без Эвы Перрон?